В 2020 году в Подмосковье утонули в водоемах 18 детей. Еще 16 утонули на частной территории, территории СНТ и дома в ванной. Уже есть погибшие и в этом летнем сезоне. Только за одни выходные в Одинцовском округе утонули три человека. Как предотвратить трагедию? Об этом мы сегодня и поговорим. Здравствуйте, в прямом эфире ОТВ программа «Главная тема». Меня зовут Евгения Августина. В нашей студии председатель комиссии по противодействию коррупции и общественной палаты Одинцовского округа Елена Пешихонова, начальник службы профилактики пожарной безопасности и безопасности на водных объектах Павел Ильичев и начальник аварийно-спасательного формирования Центра гражданской защиты округа Иван Арчаков. Здравствуйте. Здравствуйте. А я напоминаю телезрителям, что телефон прямого эфира 8495 508 86 84. Звоните, задавайте ваши вопросы гостям в студии. Я озвучила статистику, достаточно печальную, за минувший год. Можем ли мы сказать, вот сколько на данный момент в Одинцовском округе уже утонуло людей? По состоянию на сегодня утонуло шесть человек на территории Одинцовского городского округа. И, к сожалению, из них еще два подростка несовершеннолетних. А можем ли мы говорить о том, при каких обстоятельствах эти трагедии происходили? Обстоятельства трагедии вообще занимаются обычно компетентные органы. Дорогие органы. Да. Ну, вместе с тем, всегда обстоятельства, к сожалению, у нас такие либо люди в нетрезвом состоянии, либо люди, которые не соблюдают правила безопасности на водных объектах. Ну, при этом все случаи происходят, как правило, на неорганизованных местах купания. То есть, где люди не знают водоем, где нет спасателей, где не дежурят медики. И там происходят такие трагедии. То есть, можно сказать, в какой-то степени они сознательно идут на нарушение правил? Наверное, скорее неосознанно, но пренебрегая правилами безопасности своей жизни и здоровья. Ну, из этого следует логичный вопрос. А где в Одинцовском округе официально можно купаться, рассчитывая, например, на помощь спасателей? К началу купального сезона в Одинцовском городском округе проведена работа собственниками пляжей совместно с ГИМС, МЧС. Три пляжа у нас прошли освидетельствование техническое. Это пляж Фок-Рублева, затем два пляжа – пансионат «Лесные дали» и пансионат «Поляна». Также у нас на территории были организованы 10 мест отдыха массового людей в воде без купания. Позагорать можно, окунуться не получится. Да, можно загорать, можно где-то даже пожарить шашлыки, но купаться там мы не рекомендуем. И установлены знаки безопасности на воде, купаться запрещено в таких местах. Один из самых, наверное, влюбившихся нашими жителями пляжей – это пляж «Дипломат» на Николиной горе. Насколько я понимаю, он не является официальным местом купания? К сожалению, это не пляж, это место отдыха у воды без купания. Там красиво, песочек, вода, но купаться мы там не рекомендуем. Недавно его проинспектировал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. И давайте посмотрим на результаты инспекции. Пляж «Дипломат» расположен в живописном месте на Николиной горе. Пока эту зону отдыха полноценно оборудованной назвать нельзя. Что нужно сделать для того, чтобы она стала более комфортной и безопасной, глава муниципалитета перечислил по пунктам. Для нас самое главное – это, конечно, парковка, с чего начинается пляж. Удобная парковка, доступная для всех посетителей. Это пост, так называемой, безопасности, кто следит за тем, за людьми, которые находятся в воде и служба спасения, так называемая. Это медицинский кабинет, это зоны, где можно переодеться, это душевые, где можно ополоснуться, это, конечно, туалеты, лежаки, зонтики. И тут весь тот набор, который сегодня соответствует стандартам Подмосковья по пляжным зонам. В отличие от пляжа Рублёва в Микинино, это место вполне можно назвать диким. Однако среди отдыхающих пляж «Дипломат» издавна пользуется большой популярностью. В соответствии с региональными стандартами сюда уже завезли более 150 тонн белого кварцевого песка. О дальнейшем улучшению условий отдыха будет обсуждаться, пояснил глава. Хорошая погода в Подмосковье, жаркая лето, и, конечно, такой вид отдыха пользуется большой популярностью, спросом. И мы вкладываемся в наши пляжи, в места отдыха, в том числе не соприкасаемые с водой. Есть еще у нас порядка шести зон отдыха, где мы планируем также обеспечить возможность для пляжного волейбола, для зон, где можно позагорать, отдохнуть, но без выхода к водной глади. В прямом эфире у ТВ программы «Главная тема». Сегодня мы говорим о безопасности на воде. 8495 508 86 84. Телефон прямого эфира. Елена, насколько я понимаю, вы один из рейдов общественной палаты провели как раз на пляже «Дипломат». Вот поделитесь вашими впечатлениями от этого пляжа. Судя по всему, народу нравится, народу много. Да, на прошлой неделе мы совместно с Центром гражданской защиты населения Дельцовского городского округа, совместно с коллегами по комиссии прибыли на пляж «Дипломат». Отдыхающих было уже около 11 часов дня. Отдыхающих было очень много. Также приходили и пары с детьми, с малолетними детьми, совсем практически с грудничками даже присутствовали. Хотелось бы отметить, что с радостью приняли они наши памятки, разъяснения. Дети так немножечко очень обрадовались. Все-таки они цветные были, эти памятки. Ознакомились, сказали, даже в школу покажут, отнесут. Но больше утверждают жители, коренные жители о том, что они там купаются на протяжении 50-60 лет. И, конечно, требуют, хотели бы, чтобы пляж был обустроен, проверен, получил заключение и открыт для официального купания. В основном такие выражали жители предложения, пожелания. Каким же критерием должно соответствовать место у воды, чтобы там можно было официально купаться? Насколько я понимаю, это не только спасательный пост, это еще ряд пунктов. Да, там требования определяются определенные к пляжам. То есть при подготовке это должна подготовлена быть инфраструктура, о чем говорил Андрей Робертович в своем выступлении. То есть туалеты, душевые кабинки предусмотрены, кабинки для переодевания, скамейки, уборка мусора. Затем в части, касающейся безопасности вопросов, это получить освидетельствование от ГИМС, то есть проверка дна водолазами должна пройти, и получить санэпидемное заключение от органов Роспотребнадзора, для того, чтобы пляж функционировал. Источники воды, которые питьевые. В общем, требований достаточно много, чтобы их все перечислять. Но основное, вот я сейчас назвал. Если не ошибаюсь, в Одинцовском округе порядка 70 несанкционированных мест для купания. Вот почему ими пользоваться не стоит? Вот понятно, что всего, наверное, вышеперечисленного там не будет. Вот, как правило, грубо говоря, люди пытаются пользоваться любыми водоемами. Но мы говорим, если о вопросах безопасности, то прежде всего, то есть нельзя лезть, как русская народная поговорка, не зная броду, не лезь в воду. И отсюда вытекает, что надо обследовать дно, надо понимать, что никакая инфекционная болезнь тебе не грозит в этом водоеме. Ведь многие люди используют стоячие водоемы, в том числе, то есть пруды, которые наполняются за счет грунтовых каких-то вод. Это небезопасно. Такой отдых чреват последствиями. Да, потом можно провести какое-то время у врачей. Кроме того, я говорил о том, что если нет спасателей, то смотреть за безопасностью просто некому. Или это должны быть очень сильные люди, подготовленные. медиков, если нет, то, соответственно, если что-то случится, ногу сведет, нахлебался воды человек, кто поможет? Тут уже спасение рук утопающих, так сказать, самих утопающих, потому что никого нет. Поговорка не очень хорошая, потому что это приводит к трагедиям. Мы с вами статистику озвучили, которая неутешительна на данный момент. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире 8495-508-86-84. Здравствуйте. 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 Как вас зовут? Владимир. Владимир. Очень приятно. Задавайте ваш вопрос. Добрый вечер, Евгения. Добрый. Значит, у меня такой вопрос. Всю жизнь, сколько я здесь живу в Одинцове, уже 50 лет. У нас был открыт пляж в Успецком, это около моста. Вот сейчас, в данный момент, я туда поехал, там стоит коттедж и обгорожена сеткой. Сетку открыли, но впереди меня стояла машина и человек пять в машине. Они туда пропускают и собирают дань. Искупаться в Одинцове, это все неверно. Дипломатический пляж, мы туда не проедем, потому что там стоит шлагбаум. Да смог. А вопрос ваш, что делать? Что делать? Вы отключают воду на две недели. Мне никуда, мне 70 лет. Мне никуда нельзя съездить, искупаться, помыться. Ничего нельзя сделать. В Одинцове этого нет. Спасибо за ваш вопрос, Владимир. Вот два пляжа вызывают вопросы у Владимира. Первый дипломат, второй у моста в Успенском. Не знаю, к счастью, к сожалению, когда я лично ездил, на пляж в Успенском, там ни о какой плате речь не шла. К воде я попал, ну, вода в свободном доступе. Стоянка, она муниципальная, то есть перед пляжем, да, там дальнейший пульс есть заграждение из сетки рабицы. Я хочу уточнить, это недалеко от кладбища, правильно? Стоянка и пляж, соответственно. Да, это недалеко от кладбища. И, соответственно, почему мы не рекомендуем купаться у моста, потому что выше находится, ну, на горе находится кладбище. И источные воды от этого кладбища, то есть грунтовую воду, могут попасть в реку. Соответственно, болезнетворные бактерии могут попасть. И это небезопасно просто для людей. По пляжу Дипломат, да, подъезд существует, но не к самому пляжу. Там пройтись надо. Чуть раньше можно остановиться и пройтись туда. Может, человеку 70 лет, им тяжело просто из-за этого. Но доступ к воде, я еще раз говорю, доступ к воде существует. И проблемы, чтобы попасть к водному объекту, ее нет. Но стоянка, говорю, в Успенском, это муниципальная. Там никаких даний. Вот я оставлял машину, шел пешком, никто с меня ничего не пытался брать. На данный момент, может быть, изменилось, но завтра, может быть, Иван Александрович заедут, посмотрят, и тогда будем принимать меры, если это... Я могу сказать честно, я там была в минувшем году. В минувшем году все было совершенно свободно, открыто. Ставишь машину, идешь, соответственно, к реке. Поэтому для меня удивительные вот эти слова. Ну, в аварийном спасательном формировании, вот, что пляж «Дипломат», что пляж, который у моста в Успенском, является все-таки зоной повышенного внимания. И в патрулирование они ходят туда буквально через день. Спасатели проезжают, смотрят, по выходным оставляют там водно-спасательный пост, дежурят. И также ни разу не было замечено там ни сбора, никаких даней. То есть просто Владимиру, наверное, не повезло как-то приехать туда, попасть в какую-то ситуацию. Ну, может быть, какие-то мошенники просто на данном этапе что-то там попытались извлекать из этого прибыль. Но по факту у нас нет информации, что зона отдыха Успенская является платной какой-то зоной. Такого нет. Перед звонком мы с вами говорили о несанкционированных местах для купания. Я так понимаю, что одна из больших проблем – это карьеры. Вот чем опасны карьеры? И один из трагических случаев именно на карьере произошел. Да, к сожалению, карьера в Шарапово сыграла с ребенком злую шутку такую. Спасателей не было, опять же. Взрослые находились на достаточном удалении. Ребенок остался без присмотра один. И в компании друзей, которые, скорее всего, либо сначала не обратили внимания, либо не смогли ему помочь. Но трагедия случилась. Карьеры, по сути, это выработка песка, которая на большую глубину ведется. Потом затопляется теми же грунтовыми водами, либо там близлежащими родниками, ручьями. И отсюда возникает вопрос, что глубина, как правило, у карьера сразу же идет на резкий спуск, прибрежная зона, скажем так. И глубина у нее достаточно большая для того, чтобы дети, во всяком случае, утонули там. Ну, то есть вероятность такая существует. Второй вопрос, что карьеры все-таки это не какие-то проточные, опять же, воды. Это воды стоячие, где могут заводиться и микроорганизмы, и другая флора, фауна, жизнь. То есть мы не рекомендуем пользоваться для купания карьерами. Иван, вы сказали про патрулирование водных объектов. Расскажите, пожалуйста, как часто это проводится, какие объекты, какие места патрулируете? И что это из себя вообще представляет? Проводится это ежедневно в период всего купального сезона силами аварийно-спасательного формирования. Мы ездим каждый день по местам неорганизованного отдыха, по местам организованного отдыха без купания. Для этого, естественно, есть у нас и все необходимые средства спасения на воде, такие как круги, конца Александрова, у нас есть лодка моторная. Мы патрулируем также и по водным объектам непосредственно. Особое внимание обращаем на купающихся людей. С ними, спасателями проводятся обязательно инструктажи, беседы, рассказывается про правила поведения на воде. В очередной раз всегда всех предупреждаем, что купаться здесь все-таки не стоит. Это в местах без купания. Буклеты, памятки. Естественно, делаем мы это не только своими силами. Взаимодействуем с рядом организаций. Тут общественная палата, я так понимаю, помогает. Да, общественная палата Одинцовского округа с нами регулярно ездит. На той неделе два раза. На завтра мы запланировали два места в Звенигороде. С нами также ездят сотрудники МЧС, Мособлпушспаса, с полицией, с Одинцовской. Волонтерские организации также помогают. Это, конечно, очень полезно, потому что мы можем увеличить группы таких патрулирований и, естественно, численность этих патрулей. Потому что охватить много мест непросто. У нас порядка 10 мест организованных отдыха у воды без купания. И порядка 70 – это стихийный отдых, это неорганизованные места. Там тоже надо периодически появляться, там тоже люди купаются. А вот как часто такие патрулирования заканчиваются реальным спасением? Людей были ли такие случаи? Нет, реальное спасение именно на патрулировании не было. То есть, слава богу, обошлось. По выходным у нас эта группировка усиливается. Имеется в организме формирование водно-спасательный пост, который на период с пятницы по воскресенье выставляется в одном из этих... Вот что такое водно-спасательный пост? Это дежурищие спасатели в определенном месте. Это два дежурищих спасателя, это все необходимости спасения на воде, это дежурство также на лодке. И они выставляются на целый день на одном из этих 10 мест организованного отдыха. Наблюдают за гражданами, также проводят с ними беседы, в случае чего оказывают помощь, также и первую помощь могут оказать. А какие меры администрация округа предпринимает для того, чтобы трагедии избежать? Ну, администрация, надо понимать, что это плановый такой момент, когда администрация начинает готовиться к купальному сезону еще с апреля, с мая месяца. То есть, нами разработаются планы, проводится... Вот 14 мая конкретно было проведено заседание комиссии предупреждение о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечении пожарной безопасности Одинцовского городского округа, где было выработано решение, поставлено задачи должностным лицам и организациям по обеспечению безопасности людей на водных объектах. Мы издали постановление администрации о проведении купального сезона в 2021 году, где определило места купания, которые будут функционировать. Также проведена работа по закупке знаков безопасности на воде и организована их установка в местах, где мы не рекомендуем купаться, где есть опасность людям. Также организовали мы патрулирование, говорим, спасательным формированием нашим, и по выходным дням также привлекаются сотрудники территориальных управлений, полиции, МЧС и ГИМС, которые тоже патрулируют водные объекты, ну там по территориальному принципу уже, потому что аварийно-спасательное формирование у нас одно, мы не можем обеспечить безопасность везде. Поэтому стараемся обеспечить такими вот мобильными группами, которые патрулируют выходные дни от территориальных управлений. Водоемы – единственное спасение от летнего зноя, но как правильно вести себя на воде знают далеко не все, поэтому в купальный сезон число несчастных случаев значительно возрастает. Что нужно знать об отдыхе у воды? Сейчас расскажем. 5 июля в карьере в селе Шарапово обнаружили тело 13-летнего мальчика. Казалось бы, безобидная игра с мечом на воде обернулась страшной трагедией. Виной всему – несоблюдение элементарных правил безопасности. Конечно же, нельзя купаться в неизвестных и необорудованных для этого местах. Это очень опасно. Ни в коем случае в таких местах нельзя нырять, потому что дно не исследовано. Там могут находиться и какие-то коряги, и металл лежать. Это очень опасно. Ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Если вы идете отдыхать на пляже с детьми, за ними нужно особо пристальное внимание. Ребенок даже возле берега может пострадать на воде. Спасатели предупреждают. Купаться в грозу, далеко заплывать на надувных матрасах, кататься на гидроциклах и катерах в местах массового купания людей крайне опасно. На крики о помощи необходимо обязательно реагировать. Если мы видим, что человек тонет, что нужно сделать прежде всего? Какие действия предпринять? Во-первых, у нас есть на вооружении конец Александрова, спасательный круг. То есть, если мы видим, что человек тонет, и ему нужна помощь, мы подходим к берегу, достаем конец Александрова. Это такая вот веревка? Да, это веревка и буйки. Буйки, чтобы веревка не утонула, чтобы утопающий... Мог за нее схватиться, да? Да, схватился или на себя накинул ее. И дальше мы его подтягиваем к берегу или к плавсредственникам. Главное – закрепить другой конец веревки и постараться добросить ее до потерпевшего. А вот правильно воспользоваться спасательным кругом оказывается не так-то просто. Если у нас есть возможность воспользоваться спасательным кругом, чтобы спасти человека, он достаточно тяжелый на самом деле, нужно взять его правой рукой с внутренней стороны, можно придерживать за веревку, размахнуться и запустить. Вытащив потерпевшего на берег, необходимо незамедлительно вызвать скорую помощь. Но и до ее приезда можно помочь человеку. Зачастую это спасает жизнь. Освободить рот от воды и ила, проверить дыхание и пульс, сделать искусственное дыхание. Если он находится без сознания, мы удаляем воду из легких и прочищаем ротовую полость и дыхательные пути. То есть как мы это делаем? Берем пострадавшего, кладем его животом, грудью, на колено себе, чтобы у него голова была чуть... И то есть нажимаем... На спину, да? На спину, да, чуть... Ну, легкие нажатия на спину. И выталкиваем тем самым. Вода, да, соответственно, вылится. Эти манипуляции помогут привести пострадавшего в сознание. Но лучше происшествий не допускать. Для этого нужно соблюдать простые правила поведения на воде. Если же беда случилась, вовремя вызвать спасательную службу по номеру 112. В прямом эфире ОТВ-программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о безопасности на воде 8495-508-86-84. Предлагаю, говоря школьным языком, закрепить пройденный материал. Давайте напомним телезрителям, что нужно знать, отправляясь на отдых к водоему. Иван. Если вдруг, например, плывешь, и вот понимаешь, что все, что можно сделать? Ну, понять, что можно все. Опять же, как это? В воде может свести ногу, да? Это обязательно советуют в этом случае иметь при себе булавочку, обязательно пристегнутую к плавкам. Опытные плавцы всегда так делают. Вот ее можно уколоть. Если булавки никакой нет, надо очень сильно ущипнуть себя за икроножную мышцу. Если это не помогло, то взяться за большой палец и потянуть к себе. Ногу тогда нужно отпустить. Если вы устали на воде от того, что долго плавали уже, точно понимаете, что не можете доплыть до берега, то можно перевернуться как бы на спину, расслабиться. Вы останетесь на плаву, сможете отдохнуть и потом продолжить плавание. Если совсем чувствуете, что не справляетесь, обязательно надо громко кричать, звать на помощь. Тот обязательно услышит там же с пляжа и окажет вам помощь. Вот, кстати говоря, в интернете очень долго ходил материал о том, что тонущие люди на самом деле чаще всего не кричат. Вот правда это или неправда? И как помочь тому, кто тонет? Ну, не совсем, конечно, это правда. Это тоже 50 на 50. Тонущие люди часто кричат. Если вы увидели тонущего человека, в первую очередь, это также вы должны привлечь внимание людей остальных на пляже, которые могли не обратить на это внимание, громко крикнуть, что человек тонет. Обязательно либо самому, либо попросить кого-то, кто есть рядом, позвоните 112, вызвать спасателей и скорую медицинскую помощь. Если это место организованного отдыха у воды или даже это пляж, на котором разрешено купаться, там всегда есть средства спасения на воде, непосредственно близости. То есть надо кинуть утопающему либо спасательный круг, либо зачастую там оказываются веревки с узлом на конце, подобие конца Александрова. Если таких подручных средств нет, и вы уверены в своих силах, то можно попробовать его спасти самостоятельно. Обязательно надо раздеться и подплыть к тонущему человеку. В первую очередь убедиться в его адекватности, то есть попытаться все равно задать какой-то вопрос ему на воде. Потому что он может вас схватить, начать душить. Если у него это получилось, то надо постараться выбраться, иначе страдавших станет двое. Для этого лучше, конечно, всего глубоко вздохнуть, задержать дыхание и немного погрузиться под воду. Он в любом случае вас отпустит, всплывет. Если человек уже без сознания, транспортировать на берег его можно любым удобным способом, даже вплоть до того, что за волосы весьма удобно, вы все-таки спасаете ему жизнь. Немножко можно потерпеть на данной ситуации. Здесь еще надо напомнить людям, что правилами поведения на воде на самом деле запрещается просто так, играючись, звать на помощь. То есть если человек кричит, то он попал в беду. Потому что если человек, ну люди начнут просто так кричать, играть, то в какой-то момент это все может привести к трагедии, когда никто не обратит на это. Как сказки про мальчика и волков. Да. Никто не обратит внимания на кричащего. Поэтому в воде запрещается звать на помощь, если тебе не нужна помощь. То есть игры такие не рекомендуются. А еще, наверное, все-таки хотя бы у водоема нужно постараться вести здоровый образ жизни. Как минимум не употреблять спиртные напитки. Когда именно речь идет о процессе купания. То есть купаться в состоянии алкогольного опьянения медики категорически не рекомендуют. Но есть еще, да, правило. Мы с вами об этом говорили до эфира. Купание во время непогоды тоже не стоит. Вот давайте объясним на всякий случай для тех, кто не знает, почему во время грозы, например, купаться не стоит. Хорошо. Абстрактно пишу просто один случай, произошедший в Одинцовском городском округе. Было два или три года назад бабушка повела внука в одном из СНТ купаться в местный пруд. Все люди уходили, а бабушка пошла. После грозы пришли люди и обнаружили два тела плавающих в пруду. Потому что, видимо, в процессе, когда они зашли в воду, ударила молния, и они не спаслись. Поэтому в грозу категорически в воде находиться не стоит. Елена, Общественная палата Одинцовского округа регулярно проводит рейды. Об этом уже сегодня поговорили. Как родилась эта идея? Почему решили примкнуть к спасателям, к профильным службам, так скажем? И где эти рейды проходят? В рамках организованного месячника Общественной палаты Московской области уполномочен правом ребенка была сформирована такая идея, что в течение месяца общественные и муниципальные палаты подключатся и будут проводить именно рейд по безопасности нахождения на воде именно подростков и детей, предупреждая такую смертность именно детского возраста. Хотелось бы отметить, что наша палата Одинцовского городского округа активно подключилась. Наша комиссия благодарит Центр защиты населения, что нас приняли на свой борт. Наша комиссия была на двух пляжах. Это вот в Успенском под мостом и на Никольной горе это на пляже Дипломата. Реакция жителей, я уже повторюсь, наверное, в эфире, что они хотят там купаться, хотят, чтобы они были благоустроены, хотят, чтобы их услышали в принципе и в администрации, потому что многие туда приходят, кто рядом живет, кто приезжает на протяжении уже очень долгих лет. Также хотелось бы добавить, что в принципе профилактические работы, которые проводятся, ну, чувствуется, что люди в принципе не безграмотные, знают, что в этих местах очень сильное течение, хотела бы тоже об этом предупредить, незнание дна, чтобы обязательно, конечно, жители нашего округа смотрели за детьми, не отпускали их в воду, потому что мы однажды были сами свидетелями такой ситуации, когда много отдыхающих на пляже, много детей в воде, там не очень глубоко, вот, и родители молодые потеряли свою девочку, они очень долго кричали, уже папа был в панике просто, конечно, за этим наблюдать это очень как бы неприятно, да, слава богу, все обошлось, но я думаю, что родители пережили такой неприятный очень шок, потому что уже мысли у них, там, бегая по пляжу, вот это вот, и причем, что все-таки предупредить о том, что вот эти пляжи не оборудованы для купания, да, официально не открытые, они, конечно, представляют собой опасность, потому что в первую очередь мы рискуем, и что нам не окажут профессиональную помощь, в том числе медицинскую, спасателей и прочего, там, дальнейшего развития ситуации, вот в этом, как бы, сам, наверное, факт, мы рассчитываем на свои силы, но в то же время мы не знаем, что может случиться, что угодно, солнечный удар, прихватило, вот как ногу свело, да, оказывается, нужно иметь с собой булавку, правильно еще ей воспользоваться, вот, в принципе, вот у нас до 26 июля проводится этот месячник, и мы вот завтра тоже планируем посетить именно пляжи, которые разрешены купанию, официально открыты, это Рублево, я знаю, что посещали, и глава посещал округа, и, в принципе, наши общественники тоже были там, мы хотим проверить лесные дали и поляны, которые примыкают именно к пансионатам, потому что после нашего, в принципе, рейда, мониторинга поступило очень много обращений, жители не знают, что там, как пройти, как попасть на них, и мы хотели бы самостоятельно пройти завтра этот путь, чтобы рассказать жителям, как можно, в принципе, искупаться на месте, где разрешено купание, безопасность, и спасателя, и, в принципе, все вот эти условия им озвучить в дальнейшем. А кто от общественной палаты участвует в этих рейдах? Это общественники-волонтеры, если можно так сказать? Сами, в основном, сами члены общественной палаты. Вот, вижу, что по активности наша комиссия по противодействию коррупции, открылся власти в составе со Смагиным Никитой, и мы вот с Иваном Александровичем были в последний раз. Завтра тоже планируем присоединиться. Председатель окружной общественной палаты Мариана Кристалинская вместе с членом родительского сообщества Екатериной Саприкиной провели беседу по безопасному поведению на воде с посетителями одного из пляжей. Внимание на экран. Мы на самом деле вот просто сейчас как родители, как общественники ведем такую профилактическую работу против травматизма и гибели детей на воде. Кристина Иванова мама двоих детей. Чтобы освежиться и позагорать, пришла с ними на пляж. Наслышана о несчастных случаях на водоемах. Говорить за активными мальчишками нужен глаз да глаз. Вы знаете, я прежде всего мама, и я руководствуюсь, наверное, самыми инстинктивными такими средствами защиты. Я всегда нахожусь рядом и всегда он у меня должен быть в поле зрения. И обязательно воду заходит с кругом и с какими-то оборудованными средствами. И всегда ребенок должен быть в визуальном контакте с мамой. В жару пляж настоящее спасение, но многие из них не санкционированные. Это значит, что на помощь спасателей рассчитывать не приходится. Одно водоема вряд ли обследовано. Поэтому риск травмирования и даже гибели очень высок. Разъяснительную работу с посетителями одного из таких пляжей провела председатель общественной палаты округа вместе с представителем родительского сообщества. Безусловно, такой досуг должен приносить только радость, удовлетворение, но никаким образом не является причиной каких-то несчастья, не дай бог, гибели. И самой страшной гибели детей. Поэтому мы подготовили вот такие информационные листовки, которые мы раздаем семьям с детьми, проговариваем еще раз, на что надо обращать внимание. Мониторинг показал, большинство родителей осознанно подходит к пляжному отдыху с детьми. Родители реально готовы, и они приходят с детьми, несут за них ответственность, не просто там лежат и загорают, а именно следят за своими детьми, как те проводят время в воде. Большинство родителей местные и очень хорошо знают это место, пляж. По статистике, чаще всего получают травмы и гибнут на водоемах подростки в возрасте от 10 до 16 лет. Поэтому оставлять их без присмотра ни в коем случае нельзя. Но самое главное, выбирайте только специально оборудованные зоны отдыха у воды. В прямом эфире ТВ-программа главная тема. И сегодня в центре нашего внимания безопасность на воде. 8495-508-86-84 телефон прямого эфира. Елена, наверняка в ходе этих рейдов вы общаетесь с посетителями, с отдыхающими. Насколько они знают правила безопасного поведения на воде? Ну, мы столкнулись при своем рейде в принципе с пониманием. Мы не выслушали каких-то агрессивных ответов на нашу просьбу. Вручили листовки. В принципе, владеет. Многие знают, что там сильное течение. Смотрят за детьми и от них не отпускают. Родители, да. Раздаете красочные листовки. Мы сейчас это видели в материале. О чем там в первую очередь рассказываете? Они рассчитаны на детей, правильно? Ну, больше на школьный возраст. В принципе, они полезны также и родителям, и старшему поколению. Потому что, в принципе, они с такого содержания, что нужно купаться в местах, разрешенных купанию. Смотреть за детьми и не отпускать их в воду одних. В принципе, также там мы раздавали стопки, если вдруг пляжи где-то оборудованы моторными средствами, как лодкой пользоваться, как оказывать, в принципе, первую медицинскую помощь. Также вот реакции на то, что если кто-то просит помощи из воды, чтобы не злоупотреблять вот этими словами, кайками из воды, не играться, как говорится, акула, мтону, все дела. Вы уже сказали, что завтра будет рейд, правильно, очередной. Пока обещают синоптики похолодания. Но уже на следующей неделе снова плюс 27-29. Будет ли эта работа продолжена, когда месячные безопасности завершатся? У нас месячные безопасности до 26 июля. Это официально заявлено от Московской области. Но мы, в принципе, если погода будет сохраняться, жарко, то я думаю, что еще выберемся в такой рейд. Почему нет? А я предлагаю такие итоги, довести программу, повторение мать учения, как говорится. Мы все, наверное, эту фразу со школы ненавидим, но тем не менее. Три официальных места для купания в Одинцовском округе. Где же можно окунуться? Пляж Рублева, пляж пансионатов Лесные дали и Поляны. Это, если территориально, то это территориальное управление Успенское. Почему нужно делать выбор именно в их пользу, а не идти, может быть, в тот водоем, который ближе или тот, который знакомый, может быть, с детства? Еще раз повторимся, наличие спасателей и медиков, оно залог безопасности вашей на воде, потому что вас могут спасти, оказать медицинскую помощь, стало плохо от солнца или что-то, медик всегда окажет помощь. А спасатели бдительно охраняют покой отдыхающих, их здоровье, их жизнь. Ну и в финале, я думаю, не лишними будут еще раз советы спасателей. Что делать, если на воде произошла беда? Если на воде произошла беда, я уже говорил, что человеку необходимо помочь, это уже услышали. Можем продолжить разговор на эту тему и что делать, если человека вы уже вытащили. любой гражданин может сам оказать ему первую помощь. Ее надо оказывать до приезда медицинских служб непрерывно. В первую очередь, это, конечно же, его надо положить животом себе на колено и, надавив на спину, попытаться очистить желудок и легкие от воды. Также очистить полость рта, потому что над ним мог уже нахвататься песка, ила и прочего. Если этого сделать не удалось, то есть никаких неродных рефлексов у человека не появилось, то необходимо приступить к реанимационным действиям. Это также каждый человек должен знать, должен уметь. Это искусственное дыхание, непрерывный массаж сердца. Как только дыхание у него возобновилось, он подал признаки жизни. Еще раз также попробовать очистить желудок и легкие от воды. Обязательно вызвать скорую медицинскую помощь. До приезда контролировать его, не отходить от него ни на секунду, даже если он уже почувствовал себя лучше. Обязательно передать его самому медикам. Вы спасете человеку жизнь. Спасибо большое. что на этой ноте можно и завершить уже наш эфир. Вообще очень хочется, наверное, эти советы не пригодились и все было всегда хорошо. Для этого нужно, наверное, купаться в официальных местах, где есть и спасатели, и все необходимое, и самое главное безопасное. Спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и до новых встреч на ОТВ. Субтитры создавал DimaTorzok